Не проходит и месяца, чтобы на этом переходе в местечке Горино не обходилось без ДТП. Особенно в темное время суток, когда пешеходов на зебре попросту не видно. Местные жители не раз просили сделать здесь освещение, но вопрос долго не решался из-за дороговизны работ. Находящийся за моей спиной пешеходный переход, довольно опасный участок. На этом участке шесть человек, жителей местечка Горино, пострадали, ну пострадали каким образом, просто погибли реально. Буквально недавно был случай, девочка десятилетняя пострадала, слава богу, как говорится, жива, но нога же самая переломана. Теперь зебру будут освещать два фонаря, которые работают за счет солнечных батарей. Энергии, накопленной днем, будет хватать для бесперебойной работы фонарей ночью. Установка опор обошлась бюджетом в 200 тысяч рублей, что существенно дешевле прокладки обычной линии электропередачи. Это стоило бы более миллиона 700 тысяч рублей, потому что требовался проект, требовалась установка столбов. Естественно, это серьезные финансовые затраты, и проект, соответственно, требовался экспертиза. Было принято решение, используя новую технологию, установить фонари освещения, которые используют солнечную энергию. И, соответственно, это гораздо дешевле, это не требует каких-то энергетических затрат. Такие фонари в областном центре установлены впервые. Местные жители пристально следят за их работой и надеются, что прослужит новое оборудование долго. Сегодняшняя ночь показала, что они работают исправно. Освещения для пешеходного перехода достаточно вполне. Наблюдали мы его работу, начиная с половины десятого, а потом выходили с несколькими соседями жителями. Еще и в час ночи смотрели. Изумительно нормально работал. Если опыт внедрения подобных объектов уличного освещения будет признан успешным, их планируется применять и в дальнейшем. В местечке Горино жители просят установить вдоль трассы еще как минимум два таких фонаря. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.